Мой дядя самых честных правил, когда ни в шутку за не мог, он уважать себя заставил. И лучше выдумать не мог. Его пример другим наукам. Боже мой, какая скука с больным сидеть и день и ночь, не отходя ни шагу прочь. Какое низкое коварство, полуживого забавлять. Ему подушки поправлять, печально подносить лекарство, вздыхать и думать про себя. Когда же черт возьмет тебя? Второй наш. Спасибо вам большое. Вторая глава у нас читается про друзей Людмилы и Руслана. Пожалуйста. Так думал молодой повеса, летя в пыли на почтовых, Всевышней волею иззевеса наследник всех своих родных. Друзья Людмила и Руслана, с героем моего романа без предисловий, Сей же час позвольте познакомить вас. «Онегин. Добрый мой приятель. Родился на брегах не вы? Где, может быть, родились и вы? Или пристали, мой читатель? Там некогда гулял и я. Но вреден север для меня». Теперь мы останавливаемся. И теперь начинаем уже делать репортаж. И вы будете включаться по сигналу корреспондента, что он вас записал и вас монтирует. Понятно. Значит, корреспондент наш. Как вас зовут? Наталья. Так, у нас микрофон. Смотрите, значит, я изображу сейчас просто ведущего новостей. Вот как этот. Включал меня. Значит, я включаю Наталью. Даже не обязательно фамилию говорю. Она, значит, вводит в курс дела, создает эффект присутствия, что я нахожусь здесь. И дальше она кого-то, значит, вы взмахнете, не знаю, перстом, например, девушка, она начинает читать. Потом уводим на микшере. И Наталья берет интервью. Например, у вас. Или у кого-то из девочек. Или там, ну, не знаю, кто-то может изобразить руководителя проекта, или я могу изобразить руководителя проекта, или директора Ленинского мемориала. У кого-то из публики. Кто-то вот снимает на видео, допустим, говорит, что я там буду внуков. Понимаете? И у нас должен быть обязательно Пушкин. Вы знаете, вот эта девочка похожа на Пушкин. Пушкин, он сидит, такой мудрый, как Сава. И на это смотрит. И он должен сказать свое веское слово, вообще оценить это все. Понимаете? Вы можете лепить горбан. Это должно быть красиво. Понимаете? Потому что журналист, он же тоже должен приврать где-то. Вы поймите, вот это все, ну, нельзя же принимать совсем за чистую монету, правда? Где-то он что-то поставил красиво, какой-то эпизод. Безусловно, договаривается он со своими героями. Ну, это тоже творчество. Я не говорю, что это какое-то вранье, но это творчество. Поэтому, давайте сюда. Пушкин должен у нас сидеть в ВИП-ряду. Почетный гость в нашем мероприятии. А может быть еще Петр Ильич Чайковский, кстати. Кто у нас будет Чайковским? Ольга Юрьевна. Давайте. Значит, вы сидите, и вам после того, как вы посмотрели вот это, пришла в голову идея написать оперу Евгения Онеги. А кто там, может быть, тут сидят певцы, подумали, что они бы и спеть могли, может быть, и на пень. Так, начали? Итак, я, значит, ведущий новостей Клерковский. Так, я вам даю микрофон. Итак, сегодня в Ульяновске начался крупный проект. Евгений Онегин читает все. В нем принимают участие жители Ульяновска, политики, спортсмены, артисты, журналисты, школьники и студенты. И все это разворачивается в здании Ленинского мемориала, где сейчас и находится наш корреспондент Наталья Мишанина. Пожалуйста, Наталья, вам слово. Добрый вечер. Мы сейчас в Ленинском мемориале, и я поговорю с режиссером этого проекта, который расскажет, какая цель у него. Здравствуйте, Наталья. Наш спектакль уникальный. Это вообще уникальный проект. Это очень интересное такое мероприятие. Во-первых, я хочу сказать, что у нас очень много участников, среди них весьма известные персоны, это вип-персоны. И вы можете поговорить тоже с ними и узнать их мнение. Уникальность этого проекта в том, что на нашем проекте присутствует сам автор. Это сенсация. Мы подойдем сейчас к Раисе Стамбериной и спросим, что я хочу узнать. Я наставлю вас. Раиса, скажите, пожалуйста, давайте подойдем, посмотрите. Должен быть лайк. Это, по-моему, было Алла Демидова. Когда же юности мятежной пришла Евгению пора. Пора надежд и грусть нежной. Мы все погнали с этого ра. Интервью. Интервью должен. Нет, лайк. Понимаете, у нас должен быть слоеный пирог с очень коротким шаром. Да, я была Раиса Сметаниной. Я задаю Раису Сметанину, одной из участниц нашего проекта. Вопрос, что нового вы открыли в тексте Пушкина «Столитры». Вы знаете, Евгения Онегина – это произведение на все времена. И не случайно оно выбрано именно в рамках фестиваля «Мир эпохи. Имена». Спасибо большое. Самое интересное, что, как нам сказали, это сенсация этого проекта – присутствие автора. И автор сейчас… У нас тут еще Анна Пугачевна. Нет, а у нас еще… А у нас еще… А у нас будет финальный. Как Чайковская. Она с Чайковским. Я думаю, что как будто экшен у них будет. Автор, насколько соответствует замыслу, да. И может быть, оно теперь современно звучит действительно вне времени. Как вы думаете? Ну, когда я это писала, сочиняла, конечно, не можно было. Даже сложно было представить, что такие именитые актеры будут исполнять роли Евгения, роли Татьяны, исполнение. И то, что я увидела на сцене, естественно, поразило меня просто до глубины души. Насколько Татьяна была нежная, скромная. Именно ту девушку, которую я ей пытался изобразить. Какой Евгений был, не побоюсь этого слова, гадкий тип вначале, но после, естественно, после жизнь его исправила. И самое важное, что актеры показали это исправление. И я бы хотел, чтобы это произведение было не только на слуху в плане текста, но и в плане музыки. Поэтому хотелось бы послушать, какие композиторы могут мне предложить какую-либо мелодию, музыку. Ну, вот у нас тут как раз есть композитор. Значит, впечатлившись увиденным на этом проекте, присутствовал композитор здесь, Петр Лещенковский. И он загорелся, да, идеей, как мы узнали совершенно, это уже свежие новости. Он сейчас нам в эфире расскажет, что он придумал. Вы знаете, конечно, кроме меня Чайковского, вряд ли кто-то мог бы написать столь гениальное сопровождение Пушкину. Я чувствую, как на строках, но был ли счастлив мой Евгений, свободный в цвете лучших лет, среди блистательных побед, среди вседневных наслаждений, начинает на заднем фоне звучать тромбон. Конечно, конечно, моя опера, моя музыка, она будет иметь колоссальный успех. Если бы я был жив, я бы написал что-то для Пугачевой, безусловно. Но, к сожалению, мой роман сложился с Евгением Онегиным. Я очень-очень рада. Да, я думаю, что вот Анна Нетребка готова нам. Знаете, здесь еще сенсация есть одна у нас. И по строке, я по строке. Да-да-да, Анна Нетребка сейчас вот немножко арию гримина нам. Да? Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Так воспитанием, слава Богу, у нас не мудрено блеснуть. Онегин был, по мнению многих судей решительных и строгих, учил он ученый малый, но педант. Имел он счастливый талант без принуждения в разговоре коснуться до всего слегка с ученым видом знатока, хранить молчание в важном споре и возбуждать улыбку дам огнем нежданных эпиграмм. Я должна сказать, что проект продолжается, и в нем могут принять участие все жители Ульяновска. Главное, быть готовым к тому, чтобы встретиться с Пушкиным и Евгением Онегиным. Учите текст, товарищи. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ